Добрый день! С вами Лаврентиева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Это ось катастроф, ось жёсткого выбора. Ось Антарес-Эльдебаран фактически включена. Вот эти неподвижные звёзды Антарес-Эльдебаран – это стражи Востока-Эльдебаран и Запада Антареса, и они входят в четвёрку королевских звёзд. Антарес-Эльдебаран, Регул-Фомальгаут. Мы с вами это много раз разбирали. И, конечно же, соответственно, они несут в себе сакральные смыслы. В первую очередь, трансформационные процессы при них происходят. Через них проходят высшие смыслы. Да, возможно, это будут и катастрофы, но только для того, чтобы предотвратить невероятную большую ошибку с нашей стороны, то есть со стороны человечества. Альдебаран – это яркий, красный, разъярённый глаз быка. То есть вот этот вот Альдебаран, он был известен как предсказатель. В древности говорили, что это око Бога, и надо смотреть, куда в натальной карте попадает вот этот вот Альдебаран. Там и будет, туда и будет обращено око высших сил. Но в то же время также его называли глазом дьявола. То есть туда, куда оно попадает, там и будут материальные искушения. Получается, вот как раз это и будет ось жёсткого выбора. Шаг влево, шаг вправо, расстрел, как говорится. То есть нельзя будет ошибиться, никак нельзя будет ошибиться в ближайшие полгода получается. То есть в период с 31 мая до 19 октября 2022 года, пока Сатурн будет ретроградный. Поэтому уж мимо этого разбора с таким-то знамением мы никак с вами пройти не могли. Когда активизирована ось катастроф, это, как показывает опыт, указания на катастрофы, которые посылаются свыше. Взрыв на Чернобыльской АЭС. Крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа, которая произошла в результате аварии на химическом заводе в Индии. Землетрясение в Японии, которое породило цунами. И аварию на АЭС в Фукусиме-1. Это все вот с этой осью катастроф было связано. И многое, конечно, другое. Ось катастроф на самом деле это ось трансформации. То есть когда нужно менять, иначе как раз и будет катастрофа. Как только человечество нарушает высший закон и делает неправильный шаг, тут же случается беда по воле высшей. Это как естественный ограничитель, можно сказать. Включение вот этого звездного меридиана оси катастроф Антарес-Альдебаран. Это как прохождение экзамена на соответствие или несоответствие космическому сценарию. То есть малейшее отклонение, оно приносит катаклизмы как природного, так и техногенного характера. Вот эти катастрофы могут происходить, если что-то пошло не так. К слову сказать, это касается как всего человечества, так и отдельно взятой личности, у которой в гороскопе есть эта ось. Ось с любовью вашей Настей, эта ось тоже включена. Собственно говоря, наверное, поэтому я всё время и указываю на такие острые моменты, когда человечеству нельзя ошибаться. Будьте умничками, будьте сознательными. Света вам на пути к истине. С любовью ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok